В прошедшую субботу 14 октября ФСК «Победа» принимал товарищеский турнир по меню футболу и хоккею среди работников прокуратуры Приволовского федерального округа. Этот турнир стал уже ежегодным, но наше село проводило его впервые. Участники из республики Татарстан, республики Чувашия и спортсмены из прокуратуры Самарской области начали прибывать еще утром. Сегодня мы собрались в федеральном спортивном комплексе «Победа», который находится на территории Кошкинского района. В селе Кошках для того, чтобы провести, так скажем, фестиваль спорта. Здесь играют команды прокуратур Приволжского федерального округа. Мы не только умеем работать, но также и отдыхать и заниматься спортом. Вот это основная цель и задача данного мероприятия. Участников и гостей турнира разместили и провели экскурсию по физкультурно-спортивному комплексу «Гордости Кошкинского района». Для начала гостям показали универсальный зал. Именно здесь им предстояло сегодня сыграть матчи по мини-футболу. Затем гостей провели на ледовую арену, где командам Самарской области и Республики Татарстан предстояло выяснить, кто сильнее. Глава Кошкинского района Виктор Николаевич Титов рассказал о строительстве комплекса и о том, что этот лед за прошедший сезон принял уже множество соревнований различного уровня. Делегация осмотрела раздевалки, тренажерный зал, зал для занятия бильярдом и помещение для занятия шахматами. Гости признавались, что не ожидали увидеть подобного спортивного комплекса такого высокого уровня. На торжественной церемонии открытия турниров с приветственным словом к собравшимся спортсменам и зрителям обратился первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Фаритович Хусаинов. Сегодня действительно очень интересный день. Мы, если честно, не ожидали такого количества спортсменов. Эти игры, которые сегодня будут проводиться, они у нас уже достаточно долго проводятся. Это исторические. Вот сегодня для общего представления хочу сказать, что команды, которые здесь играют, это уже ветераны прокурорского футбола. Они, именно эти команды Самара, Татарстан, Чуваша, начали вот это футбольное и какие-либо движения всей прокуратуры, всей генеральной прокуратуры, прокуратуры в целом российской федерации. Он поблагодарил принимающую сторону за хорошие условия и гостеприимство. Кроме того, он вручил главе Кошкинского района памятные сувениры в честь этого турнира. В свою очередь Виктор Николаевич вручил Алмазу Фаритовичу фирменную Кошкинскую куклу. Олег Ильич, уважаемые участники сегодняшнего турнира, мы рады приветствовать вас на Кошкинской земле. Для нашего района выгула большая честь принимать вас в стенах богатого спортивного комплекса. Мы надеемся, что этот турнир будет продолжением. После окончания торжественной части начались игры по мини-футболу. В турнире участвовало три сборных. В первой игре встретились команды прокуратур Самарской области и Чувашия. Со счетом 4-1 уверенную победу одержала команда нашей области. Далее уже сборная Татарстана обыграла команду Чувашия со счетом 4-0. В заключительном, третьем матче, Самарская область выиграла 2-0 у Татарстана. Таким образом, первое место у спортсменов из Самарской области, второе у команды прокуратуры Татарстана, а на третьем прокуратура Чувашия. Далее стартовала товарищеская встреча по хоккею. Здесь Самарская область играла с Татарстаном. Первыми счетом открыли самарские прокуроры. Однако ответ игроков сборной республики Татарстан не заставил себя ждать. 1-1. Затем Самарская область вновь вышла вперед, но три пропущенные шайбы от прокуратуры из соседней республики не позволили ей победить. Итоговый счет 4-2 в пользу Татарстана. А завершили спортивную часть праздника товарищеские матчи детских команд. Работники прокуратуры вручили ребятам подарки, а победители и призеры самих турниров получили кубки и медали. Будем надеяться, что проведение подобных турниров станет хорошей традицией для нашего района. Благо материальная база нам теперь это позволяет. Михаил Арнольдов, Сергей Никитенко. Специально для Кошкинских извест.